Здравствуйте дорогие друзья! Всех приветствую, усаживайтесь поудобнее. Идет ноябрь 2015 года. Погода за окном классная, прекрасная. Никак я не выберусь на природу. У нас куча интересных классных мест. Там ботанический сад, огромнейший, наверное километров 10, если не больше, если не 15. Зеленый остров, велопарк еще один. Да еще куча, куча, куча мест всяких заброшенных, интересных, классных, где мало людей. В общем, осенью советую всем тем, кто любит фотографировать, чаще посещать природу. Так, у нас сегодня обзор вердикт смартфону Galaxy S6. Использую я его уже больше чем полгода. Вышел он в апреле, сейчас 11 месяц. Ну, будем говорить полгода, пускай не 7 месяцев, полгода. Как-то звучит так, симметричнее. В общем, Samsung Galaxy S6. Смартфон мне очень нравится. Вот этому смартфону могу поставить, сразу скажу, вот сразу наперед. Из 10 баллов, 9 баллов, вообще вот твердо. Вот, в общем, кто про него уже все знает, можете дальше не смотреть, потому что ничего интересного я, скорее всего, вам не скажу. Смартфон просто потрясающий. Наравне с этим смартфоном мне нравится также смартфон LG G4, iPhone 6s и Meizu MX5. Но вот этот смартфон из них всех, наверное, самый сбалансированный. Вот этот и LG G4, скорее всего. Потому что у Meizu MX5 плохенькая камера. У iPhone 6s камера неплохая, но не дотягивает до Galaxy S6 и до LG, тем более до LG G4. Поэтому вот этот смартфон, скорее всего, из них самый сбалансированный. Потому что LG G4 сейчас подзапоролись зачем-то перед выходом нового LG U или там Vue 10, не помню, как это называется. Такой кирпидон. Толстый такой вообще, 5,7 дюймов экран. Не знаю, как-то он выглядит, как это плитка шоколада. Мне, в общем, не нравится он как выглядит. В общем, вышло какое-то обновление дурацкое. И LG G4 стал опять сильно разряжаться. Это обновление улучшило там какую-то херобору. Я уже не помню, что там с картами, что-то связано, еще какую-то хрень. В общем, куча мелких обновлений принесло. Но после этого обновления стал сильнее разряжаться. Так что это, ребята, предостережение для тех, кто пользуется LG G4, не обновляйте свой LG G4 на последнее обновление. Вот это обновление, которое вышло после обновления автономности. Вы читайте все, что написано, на русском языке будет написано. Вот если обновление вышло с автономностью, вам прилетело, обновляйте обязательно. И LG становится дольше жить. Следующее обновление уже испоганило. Автономность, ну, я уже узнал. Сказали, что последующее обновление, которое выйдет, скорее всего, либо после нового года уже, в первых числах января, либо перед новым годом, в зависимости от региона, оно вернет опять автономность на прежний уровень. То бишь повысит автономность. И еще устранит всякие неполадки. Какие неполадки есть в LG G4? Я извиняюсь, конечно, что я вот сейчас так с LG G4 влез в Galaxy A6, но поскольку эти смартфоны, я их рассматриваю, название лучших смартфонов года, поэтому сейчас немножко расскажу про LG G4. Какие косяки есть у LG G4? У LG G4 есть неприятнейший, пренеприятнейший косяк, но его Snapdragon 808. Он частенько выкидывает из игр. То бишь, если вы там не 5 минут поиграли, вышли, а если вы поиграли 15, 20, 30 минут, вот стабильно выкидывает из игры. Если вы играли в Need for Speed, выкинул из игры, мне надо заходить, начинать заново трассу, но это еще полбеды, Need for Speed, быстрая игра. А если вы играли в Tower Defense или в Death Effect 2, и он ни с того ни сего взял, выкинул через полчаса, через час игры, блин, пипец, это вообще так неожиданно происходит, и все время это косяк. Поэтому сейчас это последнее обновление просто ужасное, в общем, не обновляйтесь на это обновление. Ну, хотя они говорят, что это не из-за этого, потому что на самом деле и до этого выкидывало из игры. Но последнее, которое выйдет обновление через обновление, то бишь, оно должно исправить эту ситуацию, перестать выкидывать и автономность вернуть на прежний уровень. В общем, как-то от G4, не знаю, сейчас очень странно себя ведет. Galaxy A6. У Galaxy A6 с обновлениями все прекрасно. Они на него просто, блин, не выходят. Они вышли там какие-то ерундовые, минорные обновления. Не улучшилась ни камера в Galaxy A6, в LG 4 улучшила обновление летнее еще. И автономность LG 4 улучшилась. Ну, сейчас ухудшили, правда, сами, потому что, чтобы рекламировать свой новый продукт. Но в этом таких обновлений нет. Ни плюсовых, ни минусовых обновлений никаких нет. Если выходят какие-то обновления, они какие-то касаются в основном не работы самого смартфона, а работы TouchWiz. В общем, Galaxy A6 смартфон во всем красный. Классный, красный, прекрасный. Нравится мне очень, но есть у него какие-то свои определенные минусы. И минусы эти связаны с тем, что он сильно расходует заряд батареи. И тут уж ничего не поделаешь. Ну, в принципе, наравне с G4. Но даже G4 после того, как уронили эту обнову, новая апка вышла, как на него, он стал G4 даже просирать S6. Но S6 даже сейчас чуток, ну, процентов на 5, но дольше держит батарею, чем LG G4. Вот такое вот событие неприятно с G4 происходит. Я ж говорю, лучше такие обновления вообще не делают, как на S6. Вот уже обновления не выходили несколько месяцев. А на G4 вот уже буквально за несколько месяцев словил две обновы. В общем, S6 мне очень нравится по дизайну. И опять же, какой плюс в S6? Какой плюс в iPhone 6s? То, что это узнаваемость бренда 100%. 100% узнаваемость бренда. Но, опять же, в S6 мне все так просто. Если вы себе купите черный цвет, у меня, к примеру, было 2 Edge на 32 гигабайт, на 128 гигабайт. Потом был Galaxy S6 темно-синий. Я вообще не помню, я его не фигурирую даже в обзорах у меня. Я его там продал сразу, потому что что-то разочаровался в цвете. В общем, самый нормальный цвет в Galaxy S6, S6H, это все-таки золотой. Потому что темно-синий вот этот такой, черный, который переливается в синий цвет, или белый цвет, S6H, вообще никто не понимает. Думаю, у меня вот несколько людей спрашивают, а это у тебя что, Galaxy S4? Типа, что такое за даунгрейд? Пользовался Galaxy S5, пришел на Galaxy S4. Я говорю, да нет, это вообще-то Galaxy S6. Ну вот люди, понимаете, по внешнему виду не видят. А когда золотой, он сразу видно. И вот что мне нравится у золотого, у него вот эти фаски, края вот эти металлические, они тоже золотого цвета, такого приятного. Но это такой цвет не золотой, а цвет шампань, такой как блекло-блекло-золотой, можно сказать. Какие плюсы? Давайте перечислим у Galaxy S6. Давайте я сейчас запущу какой-нибудь бенч, и пока он будет проходить бенч, бенч-бенч. Так, вот бенч Antutu, к примеру, запускаем, посмотрим. Пока он будет проходить бенч, потом немножко поиграем, потом покажу камеру, а сейчас перечислю все плюсы его и минусы. Плюсы в этом смартфоне однозначно перевешивают. Самый сбалансированный, самый классный смартфон, прекрасный. Мне нравится также Gumiizum X5, LG 4, iPhone 6s и также Galaxy S6, S6H. Они, в принципе, два брата-акробата, просто у одного края закруглены, и это в чем-то прикольнее, конечно, однозначно это прикольнее, потому что восприятие бренда идет по-другому. Необычная такая вещь. Ну, собственно говоря, ни у кого нет таких закругленных краев, как у S6H. В принципе, у S6, хоть он и лишен этих закругленных краев, тоже все нормально. И за счет того, что края закруглены в Galaxy S6H, кажется, он немножко меньше, чем Galaxy S6 визуально, хотя, в принципе, они одинаковые. Плюсы. У него потрясающе яркий экран под солнцем. У него повышается автояркость, когда нажимаешь отключение энергосбережения, и включается максимальная автояркость, дополнительная. То бишь, он так даже выдергивает яркость на максимум, включается дополнительное еще процентов на 25, под солнцем делается ярче. Такого нет ни у одного смартфона. Потрясающие углы обзора, как ни верти его. Есть настройки цветности. То бишь, можно сделать холоднее, теплее, можно сделать ярче, насыщеннее, контрастнее. Такого, опять же, нет у него какого-то смартфона. А у тех, у кого есть, оно все развито не на высшем уровне. В общем, экран, наверное, из 10 баллов можно поставить твердую десятку, но немножко сниму 9,5. Почему? Потому что... Сейчас, секунду. Вот, смотрите, к примеру, Miizu MX5. Почему я снял полбала с Galaxy A6? У Miizu MX5 хоть нет автоматической максимальной яркости, но у него просто нереальная яркость сама по себе. И в несолнечные дни, то бишь, осенью, зимой, начало весны, когда еще нет солнца, Miizu MX5 по яркости на улице выигрывает у Galaxy A6, потому что без автояркости он ярче все равно на максимальной яркости, чем у Galaxy A6 процентов на 15. А когда выходит солнце, включается максимальная автояркость, он ярче его процентов на 10. Galaxy A6 выигрывает у Miizu MX5. Поэтому, ну, не идеален, видите, вот только в этом экран. В остальном он шикарен. Второй его однозначный плюс, это его мощнейшее железо. Самое мощное сейчас на рынке на момент середины, да вообще с начала, середины и конца 2005 года, начало 2015 года мощнее ничего в таком миниатюрном корпусе не вышло. Ничего нет в таком миниатюрном корпусе, кроме iPhone 6s, опять же. Ну, я имею в виду сейчас Android устройство, потому что iPhone 6s даже еще более миниатюрный. То бишь, по использованию, использовать одной рукой, держать очень удобно. А железо там стоит такое мощное, что вам на 3-4 года вперед хватит. Если вы редко обновляете свои смартфоны, коллекцию своих смартфонов, или у вас вообще нет коллекции смартфонов, вы там живете другим, то однозначно советую приобретению Samsung Galaxy S6 Edge или S6, потому что супер мощный смартфон, хватит на много, узнаваемый бренд, бренд популярный, классный, прекрасный, ну, в общем, одни-одни-одни-одни плюсы. Так, смотрим, сколько он набрал сейчас. Вот, отлично, 65 тысяч, 65 тысяч, офигительно просто. Бывает, набирает больше, бывает, набирает меньше. Так, не сейчас. А, 63 500. 63,5, ну, можно сказать, и 65, там, тысяча, разница, значения не имеет. При этом смартфон довольно-таки мало греется, поэтому он шикарно подходит для игр. Ну, опять же, тут у палки два конца, потому что, с другой стороны, обратная сторона медали, то, что он рассаживает сильно батарейку в играх, это, конечно же, минус, неприятнейший, пренеприятнейший. И огромный его плюс, это его камера. Как фотокамера, так и видеокамера. Одна из лучших в мире. Вот, смотрите, серийная съемка. Ага, вот видите, только похвалил камеру, она не смогла звук усиливаться. Все, закончилась память. Ну, вот, 30 кадров, видите, моментально. Ну, сейчас, понятно, размыто, потому что я водил. Ну, вот, где я не водил, смотрите, какого качества. Да, блин, ни один фотоаппарат, блин, ни за 100, ни за 200, ни за 300 тысяч не умеет так фотографировать, как скоростную съемку делают смартфоны. Посмотрите, какого качества фотка. Шикарно. Ну, это близлежащие объекты. Ну, надо учесть, что сейчас и плохое освещение в помещении. Очень плохое освещение. Сейчас уже вечереет. Поэтому шикарно фотка с нереальной скоростью. Записывает потрясающего качества Full HD видео со стабилизацией. Отличный стабилизатор у него. Единственное, какой минус. Если записываете видео, вот сейчас у меня 4К стоит, тестирую я на нем. 4К ограничено таймингом, вот сейчас руку поднесу, видите, ограничено таймингом в 5 минут. К сожалению, это есть. Видите, автофокус сам подстраивается. В общем, если бы не было ограничения на 4К, это было бы вообще огромным плюсом для Galaxy A6. Ну, так, я жгу, можете записывать в Full HD, ничего страшного. Ну, вот он при записи видео и при фотографировании немножко греется под камерой. Вот где надпись «Шильдик» этот Samsung. Так, он у меня сейчас, кстати, в пленочках спереди и в пленочке сзади. Причем, кажется, пленочка сзади и спереди двойная еще. Или спереди одинарная, а сзади двойная. То бишь такая повышенной жесткости пленка. Очень классный смартфон. Не знаю, ребята, ну вот я его рекомендую просто всем, потому что он мне очень нравится. Но рекомендую, даже кто-то любит компанию Samsung, а есть такие люди с таким мнением, что Sony лучше. Хотя мы знаем сами, какая вышла Sony Z5, Z5 Compact, Z5 Ultimate с ужаснейшей, наи ужаснейшей камерой, с перегревами ужасными. Причем Ultimate греется сильнее всех, Compact меньше всех. Sony Z5 греется средне, но тоже очень сильно, очень сильно греется. У всех ужасный модуль камеры стоит, который мне сказали, попрявят в марте аж, в марте. Вы слушаетесь, какой маразм. Сейчас ноябрь, это только начало ноября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Через пять месяцев поправят модуль камеры. Камера начнет фоткать, наконец-таки, намного лучше. В Sony Z5, Z5 Ultimate, Z5 Compact. Ну кому это нужно, давать 50 тысяч за трубку, в которой не умеет сейчас фоткать на старте продажи? Зачем это надо, я не знаю. В общем, вы поняли, плюсы. Потрясающий яркий экран под солнцем. Потрясающие углы обзора, как днем на улице, так и в помещении. Просто вообще шикарнейшие углы обзора. Более-менее неплохая автономность, но все-таки менее, чем более. Потому что все-таки, ну на сутки его хватает, на полтора суток. Это если вы будете там цедить заряд вашего аккумулятора, как старый еврей по шейкелю. Потому что рассаживается он на ура, конечно же, там сказки никакие не буду говорить по этому поводу. По играм. Давайте, допустим, запустим на него игрушку, посмотрим, посмотрим, как он тянет. Ну здесь с игрушками проблем нет, вы сами видели. Мощнейшее железо выбивает самые большие показатели в Antutu. Больше бывает только Miizu 5 Pro, потому что у него разрешение экрана Full HD. А здесь разрешение экрана 1560 на 1440. Так, запускается игра. Пока запускается игра, я вам скажу про динамик. Динамик очень неплохой, но он недостаточно громкий, ребята. Честно скажу, в этом смысле LG G4 дрючет, конечно же. Как и по камере, так и по динамику. Да, у нас, наверное, все-таки по яркости экрана, но, опять же, не под максимальным солнцем, а в дневное время, осеннее, зимнее, будет выигрывать, потому что у него яркость ярче. Ну, когда здесь включается автояркость повышенная, он становится чуток ярче, чем LG G4. Но по камере и по звуку все равно будет выиграть LG G4 однозначно. Так, что там началось? Хорошая игрушка, не фоспит ноу-лимит, но она, ребята, слишком однообразная. Я что-то разочаровался в мобильных гоночках. Брысь! Так, запускаем. Subaru RBZ. Все, я не сниму никак обзор, ребята, про свой компьютер. Просят там уже несколько человек, 5 человек, чтобы снял обзор про свой компьютер. X-Predator. Новый комп у меня. Потом сниму обзор, расскажу, что там за железо стоит. Но я, честно говоря, в этом не вижу особого смысла, потому что никому интересно, какой у кого компьютер. Мне, честно говоря, неинтересно, какой у кого компьютер. Поэтому, собственно говоря, вот уже тянул уже с лета. Взял его где-то в июне или в июле, не помню. А сейчас ноябрь. Просто мощный и дорогой. Вот так можно писать в двух словах. Слушайте, графика очень, в принципе, приличная на Galaxy S6. Шикарнейшая графика. Идет без тормозов, без лаков, без ничего. И особо сильно не греет. Я эту игру гонял на Galaxy S6 и Galaxy S6 вообще практически не нагрелся. Конечно, ухнул он заряд батареи на 20 с чем-то процентов. Не помню точно. 26, что ли, или там. Ну, или меньше даже. В общем, вполне себе достойно показал в этой игрушке. Но эта игрушка оптимизирована уже под новые процессоры. То бишь, процессоры на 16 и 14 нм технологии. Она меньше нагревает ваше устройство и т.д. и т.п. Так, по звуку. Звук. Динамика очень хорошая, но уступает таковому LG G4. Звук в наушниках очень хороший. Вот он здесь, нога в ногу идет с LG G4. С Meizu X5. С Honor 7. Но уступают они все iPhone 6s и Meizu 5 Pro. То бишь, он играет хорошо, но недостаточно хорошо, как iPhone 6s. iPhone 6s шикарно. Раскачивает любые наушники, блин, дорогущие наушники. Ну, как дорогущие, за 25 тысяч. Есть там OPPO, блин, за 100 тысяч наушники. Таких у меня наушников нет. Но за 25 тысяч наушники, одни там и другие, я слушал. Шикарно играет. Отличный звук. Но все-таки проигрывает, я же говорю, iPhone 6s. iPhone 6s раскачивает намного сильнее. В общем, какие плюсы, какие минусы это делать вам для себя. Потому что для кого-то то, что я перечислил плюс, для кого-то это плюсом вообще может не являться. Но, я же говорю, вот этому смартфону из 10 баллов твердая девятка. Шикарный смартфон. Если у вас есть S6, вот многие спрашивали, почему получается такая ситуация летом. Да, сейчас осенью. Многие спрашивают, что лучше купить, S6 или LG G4. Ребята, в зависимости, для чего вы покупаете смартфон. Что вас больше волнует, что больше интересует. Просто, пожалуйста, не задавайте таких вопросов без пояснений. То бишь, вы задаваете такие вопросы, ну, с пояснением. Допустим, мне нужно то-то, то-то, мне нужен мощный процессор, или мне нужна автономность. Или мне нужна хорошая камера, или хороший звук в наушниках. Вот они отличаются только камерой. Камера и там, и там хорошая. Но, просто, когда фотографируете на LG G4, на LG G4 фотографию можно намного сильнее рассмотреть, чем в iPhone, чем на Galaxy S6. Ну, я вам сейчас не видно этого, к сожалению, на камеру. Но, вот, на S6, сейчас уже поплыла картинка. А на LG G4 можно увеличить даже сильнее, чем на S6, а не плывет картинка. Вот, представляете? Ну, не видно это через камеру, к сожалению. Не могу вам по-другому никак показать это. В общем, если нужна хорошая камера, то Galaxy S6 для этого сходится. Но, если вам нужна отличная камера, самая лучшая в мире, только это единственный смартфон сейчас на рынке мобильных технологий, это LG G4, что вам может дать просто нереальные фотографии. Как днем, так и ночью. Но, на автомате, ребята, не рассчитывайте купить LG G4, получать шедевры в ручном режиме. Они будут все отличного качества, но там нужно долбаться. Здесь тоже есть ручной режим. Но, ручной режим здесь, ребята, убогенький. Он называется Pro. Очень мало настроек по сравнению с LG G4. В LG G4 эти настройки все удобнее реализованы намного. Здесь, видите, вот так надо тянуться рукой. Там они по горизонтали находятся. Здесь по вертикали уходят как бы. Но, в принципе, придираться не стоит. Я ж говорю, S6 получает 9 баллов. Шикарный смартфон. Просто шикарнейший. Единственное, что в моем случае мне просто S6, да, собственно говоря, LG G4 уже до чертиков надоели. Я смартфонами редко пользуюсь, когда больше 4 месяцев. Но вот этим смартфоном уже 7 месяцев пропользовался. Очень доволен работой данного смартфона во всех его аспектах. 4G принимает шикарно. Wi-Fi принимает шикарно. 3G принимает шикарно. Вот единственный какой минус я вспомнил у S6, S6H. Это просто пипец. Он меня раздражает на протяжении многих лет в Самсунгах. Это плохая работа GPS без включенного интернета. То бишь, король мира LG G4. На втором месте стоит Meizu MX-5 по скоростному определению спутников, геолокации вашей, без включенного интернета. Потому что со включенным интернетом все зависит от зоны покрытия вашего оператора. Насколько быстро он найдет в спутнике GPS. А вот без включенного интернета, это ребята далеко не все смартфоны умеют делать быстро, классно и удобно. Вот S6 этого не умеет делать. Бывает, нахожусь в городе, где все смартфоны, он там какое-нибудь говно китайское за 15 рублей. Ну, 15-16 штук Meizu MX-2. Ну, он, конечно, не говно, но просто, как бы, по сравнению в ценовой политике, конечно, более простенький во всем. Так вот, он находит даже спутники лучше, чем в Galaxy S6. Вот это меня добивает. Это было в Galaxy S5, это было в Note 4, это сейчас в Note 5, в S6 AG, в Galaxy S3, в Galaxy S4, в Galaxy S4 Black Edition. Постоянно, без интернета, отвратительно находят спутники. Отвратительно. Потому что он может холодный старт занять вообще минуты, целые минуты, когда на LG G4 и на Meizu MX-5 это занимает всего секунды, ну, 30 секунд, 20 секунд. А здесь минуты бывают. Это, конечно, меня раздражает. То же самое, что мне не нравится в S6, это его дурацкий датчик. Вот, еще один минус помнил. Видите, какой он тормознутый. Вот, смотрите, датчик в Meizu. Что-то здесь Meizu протормозил сейчас, кстати. Сейчас. Раз, два, три. Ну, и шесть. Ну, проснулся бы. Давайте еще раз. Раз, два, три. Ну, вот сейчас неплохо, кстати. Давайте. Раз, два, три. Видите, что происходит. В общем, процент срабатывания намного больше на Meizu MX-5, и намного быстрее это происходит делать, чем на Samsung G6. Вот это немножко тормознутость датчика раздражает, ребята, честно скажу. И вот эту кнопочку, она хорошо, что она есть. Мне нравится эта кнопочка, мне нравится на Meizu. Но в Meizu она утоплена немножко, на долю миллиметра. А здесь она, блин, на полмиллиметра торчит. И это вызывает то, что кнопочки-то очень сильно царапаются. Особенно в версиях черных. У меня ужасно зацарапались на S6 и на S6H. Вот черная кнопочка ужасно зацарапалась. И она так не видно, конечно. Но если у вас хорошее зрение, посмотрите поближе. Видно царапины. Здесь же ни одной царапинки нет. За использование уже месяц с чем-то. Так, давайте еще раз вам покажу. Раз, два, три. Ну, вот видите, что происходит. Не, ну датчик здесь, конечно, не к черту. Он неплохой, конечно, да. Ну, в общем, все это неплохо, пока с чем-то не сравниваешь. Да, вот видите, раза в два быстрее Meizu MX5, чем разблокируется, чем отпечаток пальца, чем Galaxy A6. Но это, в принципе, ерунда. Это все такие глупые, можно сказать, придирки. Если не придираться, смартфон шикарный. Ему можно было поставить 10 из 10 баллов. Если бы не один его самый большой минус, это автономность. То, что он хавается за сутки, это, конечно, напрягает конкретно. А если вы занимаетесь, там, ну, есть такие ребята, которые бабки на этом зарабатывают. Мобильный стритгейминг, то бишь играете постоянно, там, находитесь, блин, на учебе, в школе, там, где угодно, там, не знаю, в детском саду, на работах разных. И частенько играете, там, то, ребята, он будет батарейку выжирать, конечно, на ура. Остальное одни плюсы. Потрясающая камера. Потрясающий экран. Узнаваемый бренд. Классный внешний вид. Дизайн просто супер. Очень хорошего качества звук из наушников. Очень хорошо 4G работает. Очень хорошо Wi-Fi работает. Вот 7 плюсов, это вот так, на вскидку только. В общем, 9 из 10 баллов получает Samsung Galaxy S6. А там делайте выводы, что и для чего вам нужен смартфон. Все, до новых встреч. Задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok